Здравствуйте! Новогодние каникулы позади. И снова в эфире телеканала Первый Матищенский «Свободный микрофон». Программа для тех, кто не знает, как решить ту или иную проблему. Правила прежние. Вы задаете вопрос, мы помогаем найти ответ. Встретиться со съемочной группой «Свободного микрофона» можно в понедельник с 16 до 17.00 на центральной площади города, недалеко от театра «Фест». Также пишите по адресу микрофонсобаковантовм.ру. Еще один вариант. Наберите телефонный номер 8-495-786-5404. Спросите Надежду Трифонову. Так жители поселка Поведники прислали в редакцию телеканала Первый Матищенский электронное письмо. «Помогите замерзаем». Таким был заголовок. Далее подробности. В то время, как большинство мытищенцев отмечало Рождество, жители домов, расположенных на улице ветеранов, мечтали согреться. За окном стоял 30-ти градусный мороз, а в их квартирах температура воздуха не поднималась выше 14-16 градусов тепла. Некомфортно жителям поселка Поведники и сегодня. Что случилось? Съемочная группа «Свободного микрофона» побывала в эпицентре происшествия. Трубы лопнули, да? Да, вон. Из-за того, что отключение было? Ну, я не знаю. Это в начале. Ух ты. В подъезде только батареи лопнули или в квартирах тоже? В квартире вроде бы нет. Нет, да? Да. Это в подъезде лопнули батареи. Да. А что произошло, я не знаю. Сказали вроде по телевизору вчера. Нет, сегодня. Нет, вчера смотрел. Тоже телевидение было. Это самое. Ну, недостача подачи газа, что ли. Произошла какая-то там сбой в котельной. Вот и получилась, наверное, и такая ситуация. Ну, вот сколько здесь? Почти полвека здесь живу. Первый раз такое не было. Всегда дом отапливался хорошо. У нас холодно, главное. Ну, это холодно дома. Дома в валенках ходим. А вы в каком доме живете? Мы живем вот в этом, в третьем доме. В третьем? Да. То есть это не в одном доме такая проблема? Это во всем поселке. У меня родители живут тоже здесь, в поселке, в седьмом доме. Там такая же беда. Дети спят в шапках, ходят в трех носках дома. В флисовых штанах, в термоштанах. Ну, как бы практически так же, как и на улицу мы собираемся. Очень холодно. А когда началось это? Это началось 7 января. На Новый год, 31-го, горячая вода шла, еле теплая. Батареи были, как парное молоко. Дома было холодно. Грелись газом, несмотря на то, что в доме установлено ИТП. То есть они ее, это ИТП хвалят. А на самом деле получается так, что даже с системой ИТП мы мерзнем. Но самое примечательное то, что 6-го числа у нас не было ни холодной, ни горячей воды. Отопление у нас вот уже разогрели только со вчерашнего вечера. А до этого мы грелись газом. Мы дома ходили в халатах и в носках. Тепло дали, но это не тепло. Это так чуть-чуть нас согрели. И я не знаю, как вот панелька будет обогреваться. Наверное, целую неделю, наверное, будет набирать это тепло. Нельзя людей это оставлять почти на 2 недели без отопления. У нас есть маленькие дети. Дети пошли, 14 градусов было. В детском саду. Меры принимаются, но в то же время не принимаются. Они друг на друга сваливают. Значит, на выходе вода в котельне 91 градус, а батареи холодные. Потому что люди ругаются, дети болеют, старики болеют. Хотя вот в этих больших домах новых там 26 градусов. У них разные, видимо, какие-то трассы проходят или что-то, где-то закрывают задвижки. С какой целью, никто ничего не знает. С улыбкой было сказано, что у вас, говорит, газа не хватает. Я говорю, это как газа-то, говорю, не хватает. Я говорю, если бы в Украине были, мы бы поняли, что газа не хватает. Я говорю, вы что, смеетесь? Честно, не смешно. Этим надо заниматься. Потому что коллапс был, народ позвонил. Но, как говорится, в детский сад играть не будем, чтобы пожаловаться там Пите, Васе. Это надо решать как-то вот всем поселкам и всей администрации. Я и вчера здесь был, и позавчера, и позавчера был. Что вы? А вы нам расскажите сейчас, чего здесь идет? Ремонтно-восстановительные работы, да, я так понимаю? Да, сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, но уже вы, наверное, о проблеме знаете, что было снижение газа, давления газа не хватало. В результате мы проводили мероприятие для того, чтобы обеспечить квартиры теплом, в связи с тем, что были снижены параметры. Тепло у нас стало только со вчерашнего дня, уже где-то после шести вечера. Ну, давайте, жителям же тоже интересно, наверное. Давайте я сейчас проинформирую для начала. Я являюсь директором управляющей компании Теплицкий Николай Михайлович. Зона ответственности к ЖО-4 являются жилые многоквартирные дома. Чтобы всем просто было сразу же понятно. Зона ответственности Матищинской теплосети, которая обеспечивает теплом, отоплением, горячей водой. Это КТС-47, это источник тепла. И теплотрассы, которые идут до жилого многоквартирного дома. В связи с тем, что подавалось низкое давление газа, котлы работали не на полную мощность. Не на полную мощность. Это не версия, это реально. А где те люди, которые отвечали за золотой звонок в МОЗГАЗ? Я сейчас хочу просто довести вопрос до конца, чтобы было понятно. Чтобы было просто понятно. Да, говорите, пожалуйста. Далее. В свою очередь, мы, являясь абонентами, как и вы, скажем так, да? То есть мы получаем это тепло вместе с вами. У нас стояла главная задача на тот момент. Мы понимали, и это же мы видели, что температура очень низкая в квартирах. И, естественно, холодно в квартирах. И у нас была главная задача, стала на тот момент, чтобы в квартирах ни в коем случае не разморозить системы отопления. И в связи с этим мы принимали решения. Решения такие, скажем, как было одно из решений принято. Первое. Это остановить отопление в подъездах. То есть уменьшить количество разбора тепла на подъезды для того, чтобы хватило, скажем так, мощности тепла на жилые квартиры. Раз. Второе. Мы что делали? Это мы были вынуждены, скажем так, прижимать, такое слово, давление горячей воды. Ну, многие, может быть, не чувствуют. То есть для того, чтобы так же, в связи с тем, что открытая система водоразбора, мы вынуждены были... Значит, подвига никакого здесь нет. Да это не подвиг, это саботаж и преступление, понимаете? Это наша работа. Можно и так назвать, наверное. Это так. Мы нанесли ущерб бюджету, понимаете? Поэтому, поэтому... Все вместе, все вместе. Не только вы, я не о вас говорю. На сегодняшний день... А те, кто отвечает за сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день, в связи с тем, что последствия, они все равно есть. Вы сами... Вы сами... Вы сами видели, вы видели сами, что последствия какие? Ну, первое, да, это было холодно в квартирах. Но после того, как сегодня, я думаю, в ваших квартирах температура уже, наверное, соответствует... Не соответствует она, потому что все вымерзла, панель вымерзла. Давайте мы посмотрим, зайдем в какие-то квартиры, сейчас все-таки посмотрим. Я хочу просто посмотреть, что сейчас в квартирах получается. Второй момент. Сейчас мы, в связи с тем, что давление в котельной уже, ну, скажем, нормализовано, и они начали обеспечивать заданные параметры, но вы видите, что система отопления в подъездах требует восстановления. Поэтому на сегодняшний день сюда бригады выведены, наши бригады ГЖО-4, и мы сейчас должны до пятницы ставим себе задачу восстановить теплоснабжение подъездов, именно отопление в подъездах. Поэтому... Я так понимаю, это произошло вот в подъездах, полупая из батарей, из-за того, что там было ограничено, да? Да, мы слили, при этом мы когда запустили их периодически, в связи с тем, что котельная, вы видели, да, неоднократно останавливалась, нам приходилось работать в режиме, я скажу сразу же, именно в режиме. Я еще раз объясняю, здесь ни одна квартира, если мы говорим о подъездах, то ни одна квартира не может всеми пожаловаться, что там что-то размерзло, все ли вымерзло. И главное, еще раз скажу, это не был наш героический подвиг, это была работа. И у нас была задача, чтобы ни один стояк в квартирах не замерз. Так, что у нас здесь? Так, здесь газоразборительный пункт, в котором мы видим подачу газа непосредственно от поставщика газа. Здесь мы видим стадное давление, которое держит сейчас где-то 1,7 атмосферы, килограмм на сантиметр. А должно? А должно быть 0,3 мегапаскаля, то есть 3 атмосферы. Так, это на сколько получается? Ну, почти в два раза. Почти в два раза меньше, да. Но уже лучше, чем было, да? Конечно, потому что у нас падение давления было до 0,01 мегапаскаля. Это тогда, когда мы пытались запустить все котлы при минус 30. Соответственно, котлоагрегаты вытягивали весь газ, который был. И для автоматики безопасности, того давления, которое приходило к нам, просто-напросто автоматика безопасности давала нам запустить котлы в полном объеме. Это уже суперегулятор, суперегулятор, давление на выживание, газу, чтобы необходимо. Если бы оно постоянно выдерживалось в районе 280 мм, нам бы хватило бы этого объема для работы всех шести котлоагрегатов. А в период ограничения поставки газа она у нас садилась меньше 50 мм. При 50 мм у нас котельная работать не может. Все, автоматика безопасности срабатывает и все. Поясню ситуацию. Значит, 6 числа в празднике уже началось ограничение поставки газа, а именно снижение по давлению. И 7 числа некоторые котлоагрегаты у нас в связи с тем, что отсутствовал в полном объеме газ, они отключились. Отключились только котлы. Работа самого теплового источника оставалась в работе. То есть теплоноситель сетевой группой обеспечивался также в полном объеме, но не додавали тепловую энергию. Происходило это, еще раз повторяю, из-за того, что было ограничение в поставке газа по давлению. Мы не могли разжечь в полном объеме те котлоагрегаты, которые установлены на данном тепловом источнике. С 7 числа, когда произошло данное отключение по газу, мы оперативно выехали сюда на объект совместно с начальником газовой службы, совместно с начальником участка, я в лице главного инженера, и поочередно начали производить запуск каждого котлоагрегата. Выводили их в такой режим, тогда, когда нам газа хватало хотя бы на определенную группу котлов. В связи с этим мы поддерживали постоянно подачу тепловой энергии на поселок, но частично не в полном объеме. После этого мы, соответственно, начали созваниваться с диспетчерской МОЗ ГАЗа, объясняя ситуацию в том, что до нас газ в полном объеме не доходит, и начали приниматься меры. 8 числа я уже переговаривал с главным инженером, с их стороны были направлены службы, которые проводили ограничения и регулировали подачу газа на наш тепловой источник. И с 8 числа объем газа восстановился для работы тех котлов, которые бы обеспечивали тепловой энергией данный поселок. Но опять хочу заметить, что это осуществлялось не в полном объеме. Если сейчас мы при температуре минус 10 подаем в полном объеме тепловую энергию, если вдруг температура может просесть до минус 30, вполне вероятно, что появится та же ситуация, тогда, когда газа не будет хватать, и нам придется поочередно отключать котлы до того, как бы, лимита и объема газа, которого бы хватало для работы и подачи тепловой энергии в полном объеме. Эта проблема исходит со стороны МОЗ газа, то, что не подается в том объеме, в котором нужно при, допустим, минус 30 газ для работы котлов? Совершенно верно. Для работы теплового источника нужен определенный объем газа. В связи с тем, что данный тепловой источник находится в конце от газораспределительной станции газовой, то весь объем газа забирают потребители, которые находятся на линии газопровода раньше, а мы являемся концевой точкой. И поэтому в связи с этим не в полном объеме приходит газ. То есть они со своей стороны регулировали там, на удаленности от ГРС, ограничивали, видимо, потребителей по газу для того, чтобы нам подать тот объем, который необходим. То есть, по сути, нужна, я так понимаю, реконструкция сетей газовых? Совершенно верно. Скорее всего, это нужна реконструкция или газораспределительной станции, или подводящих сетей газопроводов для того, чтобы обеспечивался в полном объеме. Это необходимо. В пределах 0,3 мегапаскали должно быть постоянно поступать газ в этих пределах. Скажите, а почему нельзя было использовать какой-то альтернативный источник энергии? Не газ, а, допустим, мазу? Ну, в связи с тем, что данный тепловой источник находится в охранной зоне водохранилища, здесь не предусмотрено и не имеем права мы устанавливать резервно-топливное хозяйство, которое могут обеспечивать альтернативу газа, это мазут или еще что-то такое. Просто охранная зона водохранилища не получается обеспечить полную мазу. То есть, на других котельных это есть? Да, у нас в городском округе есть тепловые источники, на которых мы можем обеспечить резервно-топливным хозяйством, а именно разжигать котлы на мазуте в тот период, когда ведется ограничение по поставке газа. Вот, и мы можем разжечь мазут, и котлы могут работать на мазуте. Да, это вот котел, вода сейчас загорелся котла. Особенности работы парового котла в чем? Особенности работы парового котла заключаются в том, что при остановке и при запуске нужно большое время для разогрева котла. В связи с тем, что котел работает в режиме больших температур, а температуры на котле можно поднимать не более чем на 20 градусов в течение часа, необходимо большое количество времени для разжига и пуска в работу котла, для его нагрузки на большую мощность. Для того, чтобы в данном ситуации запустить заново котлы, сколько времени понадобилось? Чисто для разжига необходимо около 20 минут для вентиляции топок и повторного пуска газа. А для того, чтобы вывести котел на полную мощность, необходимо около 3 часов. Сколько у вас котлов здесь и какого они года? Котлы выпуска еще из Советской России, котлы 62-го года, 69-го, 80-го. Оборудование все находится в исправности, выдает температуру согласно режимным картам, они представлены у каждого котла. Но оборудование уже требует реконструкции. А сколько есть котлов? Котлов у нас 6. 6? Да. Мощность котельной 36 гектакалорий в час. То есть котельная достаточно мощная. А сейчас работает сколько? Сейчас в работе у нас 4 котла. Этого достаточно сейчас для того, чтобы обогреть дома? Вполне достаточно для нагрева домов по температурному графику. Мы сейчас держим температурный график, у нас даже температура чуть выше графика, для того, чтобы дома получили по возможности больше тепла, и для того, чтобы дома прогрелись после снижения температуры. А планы по реконструкции этой котельной есть? Да, в связи с тем, что мы этот тепловой источник взяли в эксплуатацию 2 года назад, сейчас ему привели более-менее в соответствие, планируем, у нас заложен этот планок, сейчас разрабатываются проекты на реконструкцию данного теплового источника, для того, чтобы уйти от открытого водоразбора, закрыть паровой цикл, поставить водогрейные котлы и установить во всех домах узлы регулирования, которые будут работать в зависимости от температуры наружного воздуха, то есть будут работать по двухтрубной системе без открытого водоразбора. И в соответствии с температурой наружного отрабатывают по температуре наружного воздуха. Такие планы есть, но, сами понимаете, это определенное финансирование, поэтому планы есть, будем искать источники финансирования. 30-ти градусные морозы сегодня редкость. Климат меняется. Можно ли было предугадать, что разросшемуся поселку не хватит ресурса на обогрев в аномальные холода? Но не на этот вопрос сейчас ищут ответ руководители соответствующих инстанций. В приоритете сегодня исключить подобное в будущем. Накануне в мэрии искали подходящее решение. На экстренном совещании в числе приглашенных был и представитель акционерного общества «Мосгаз». Первые лица Матищинской теплосети на совещании не присутствовали. Они находились в поведниках на объекте. Поэтому кратко о кризисной ситуации, сложившейся в поселке на Рождество, собравшимся доложил директор КЖУ-4 Николай Теплицкий, руководитель управляющей компании, обслуживающий пострадавших. У него получалось так, в связи с тем, что абсолютно право, температурные режимы, при работе, наверное, определенных количеств котлов, они не выходили на температурные графики, они начинали разжигать еще один котел. В результате происходила просадка и отсекала все котлы. Что мы видели, что периодичность отключения котлов была, как минимум, каждый час. Как пояснил Николай Теплицкий, срабатывала система аварийной защиты, поскольку давления, под которым газ подавался в котельную, было недостаточно. Резонно, что следующий вопрос адресовался представителю акционерного общества «Мосгаз». Трубу, питающую поведники, обслуживает именно эта организация. Она так исторически передружена. У нас один источник, это Головинская, прошу прощения, выкина Головиностанция, которая расположена на 7 километрах до поведников и в 12 километров до пансионат. Как он у нас там называется? Крыльинского хранилища. Да, совершенно верно. Для этого мы берем свой рабочий. Вот. Плюс, значит, у нас там, значит, все-таки, КТС Северный сидит. Так? Вначале, в самом... Там у него все в порядке. У него там 2,6 приходило 8 числа. Значит, и потом уже пошло после... Там много потребителей на этой трубе. Труба, трехсотка. 8 числа я как раз дежурил по Москве. Значит, ко мне они обратились и разговаривал. Владимир, по-моему... Иван Николаевич, по-моему. Ну, Михайловский, главный дженер. Да, 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 значит... Ну, нарушение всех правил я, в общем-то, поднял давление до 3,2 на свои горпышки. То есть я превысил порог. Вообще, если мы газовик понимаем. Вот. При этом к нему пришло 1,23. К нему пришло 1,23. И он меня... Секундочку. Он меня горячо поблагодарил, что у него все вроде бы в порядке. Это было 8 числа. Ну, часов, наверное, в 6 вечера. Юрий Меркулов согласился, что выход в ситуации, когда количество абонентов растет, один. Увеличить диаметр трубы. Здесь надо, конечно, заниматься или подпиткой, или, так сказать, все-таки совместное решение вопроса по перекладке этой сети. Почему? Потому что, ну, просто вот эти коттеджи, да, как таковые, да, раньше-то ведь они были 10 лет назад, обыкновенный домик с обыкновенным котлом АОБВ, который брал вот столько, вот столько. А теперь он застанет. Ну, они все законы подключены? Ну, конечно. Речь зашла и о модернизации самой котельной. Современные котлы, по словам специалистов, не столько призны. Еще один вариант предложил представитель мытищи межирой газа. От Пирогова, там у нас подходит газопровод диаметром 300, далее идет диаметром 150. При увеличении диаметра этого газопровода будет возможность нам своих потребителей, которые находятся на трубе Мосгаза, отсечь. Мы будем из ПРУС, да, то есть по среднему давлению их газифицировать. Тем самым, ну, ситуация чем-то улучшится. Резюме подвел первый заместитель главы Матищинской администрации Александр Казаков. Три я вижу предложения, другого я пока не вижу. Котлы А проверить, возможность замены, как Юрий Николаевич говорит, в пансионате. Б – это заменить трубу или продолжить новую. И третье – от МОЗ облгаза подпитаться. Пока технически три вопроса. Три должны проработать и дать предложение. Будет выбран оптимальный вариант. Завершая совещание, Александр Казаков также заметил, что в акционерное общество «Мосгаз» будет направлен на претензии. Итак, решения озвучены. Их исполнения, замерзавшие в Рождество жители поселка Поведники, будут ждать с нетерпением. Еще один мытищинец боится оказаться в неотапливаемой квартире. Игорь, житель одной из многоэтажек, расположенных на улице Симашка, также прислал в редакцию телеканала «Первый мытищинский» электронное письмо. К нему он приложил ссылку на видеоролик, который снял во время очередной прогулки по Перловскому парку. Что так взволновало нашего телезрителя? Внимание на экран. Смотри. Ну, потому что кипяток трубы, кипяток. Кипяток. Вот. Да, можно яичницу жарить, да. Слушай, точно. Это открытие съемочной группе свободного микрофона помог сделать мытищинец Игорь. Он живет в одной из этих новостроек, расположенных на улице Симашка. Оголенные трубы за покосившимся забором мужчина разглядел еще летом, когда шел на прогулку в Перловский парк. Мы часто проходим вот насквозь его, к торговому центру. А здесь трубы уже под землю, наверное, ушли. Трубы, видать, ушли. Разворачиваемся, идем обратно. Здесь трубы ныряют под землю практически у края проезжей части. Тогда, несколько месяцев назад, Игорю и в голову не могло прийти, что через этот заброшенный участок проходит действующая теплотрасса. Остатки изоляционного материала в перемешку с мусором валяются на земле, ржавые трубы подпирает поросль. Но когда ударил 30-ти градусный мороз, мужчина с удивлением обнаружил, что по ним бежит кипяток. Что вот эти вот за сараи, я вот понятия не имею. Вот на карте, я как уже говорил, на картах этих построек нет. Здесь вообще полностью заброшена территория. Ну, теплотрасса, она является муниципальным объектом. Она должна как-то ограждаться, охраняться. И главное действовать. За ним, за ним, за ним, за ним следить за этим объектом. Конечно, это горячие. Когда было на улице минус 30, я дотронуться до этой трубы не мог. Потому что кипяток. И это, эти трубы просто, можно сказать, отапливают, вот наш воздух, отапливают улицу. Это непорядок, считает Игорь. И как эколог по образованию, и как рачительный потребитель. Мало того, что все живое вокруг раскаленных труб сохнет, так еще не ровен час может случиться авария. А зима в этом году суровая. Ну, это же все подвержено каким-то влияниям атмосферным, там тоже коррозии. Мы видим на днях, у нас в Королеве же трубу прорвало, там где, в Люберцах, вот смотрю по новостям. Так и здесь может прорвать. И что теперь, весь район останется без отопления, в эти морозы. Ну, вообще как-то не... Не хочется, да? Ну, какой-то вообще непорядок. Горький опыт соседей побудил Игоря набрать телефонный номер мытищинских энергетиков. Ну, праздники же были у нас. Отвечает диспетчер. Да, хорошо, посмотрим, заявка принята. Звонил один раз. Позвонил второй раз. Ну, ответ один. Да, мы посмотрим. Что такое? Мастера, да, вышли. Ну, вот, авоз, и мы не там. В отличие от Игоря, старожилы невозмутимы. Бог его знает, куда народ исчез. Это еще в перестройку. А, то есть это частная какая-то была текстура? Была частная, а потом... Не могу вам сказать. Ну, давно здесь эти трубы, да, проходят? Ой, они старше вас. Глядишь, эти трубы еще не один сезон продержатся. Да и столбик термометра уже стремится к нулю. Успокоит мытищенца Игоря заместитель главного инженера ОАО «Матищинская теплосеть» Андрей Осин. Данное теплокрасство проходит по территории бывшей воинской части. Территория на данный момент загрошена. В результате пожара данная изоляция была повреждена. Срок восстановления данной тепловой изоляции на данной тепловой сети намечен на первый квартал 2017 года. Могут ли возникнуть какие-то проблемы в квартирах потребителей? Может ли прорвать этот оголенный участок трубы? В данном случае отсутствие изоляции не может привести к каким-то последствиям, аварийным ситуациям из-за отсутствия изоляции. Жители в данном случае могут быть спокойны. Кто несет потери, денежные потери, которые неизбежно в данной ситуации, видимо, возникают? В данном случае затраты по повышенным теплопотерям, отличающимся от нормативных, несет мытищинская теплосеть. На сегодня все. Если что-то не ладится, обращайтесь. Напомню, съемочная группа «Свободного микрофона» ждет вас, неравнодушные мытищинцы, каждый понедельник с 16 до 17.00 на центральной площади города, недалеко от театра «Фест». Подходите, задавайте вопрос. Будем вместе искать ответ. Также пишите по адресу микрофонсобакован.твм.ру или же звоните по телефону 8-495-786-5404 Надежде Трифоновой. Помните, девиз нашей телекомпании – внимание каждому. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова